МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Павильон страны Кювейт. Идем смотреть внутрь. Ну, вот смотрите, здесь водная башня, которая находится в Кювейте. Одна из достопримечательностей этой страны. Но здесь она как бы перевернутая, то есть вот это вот вверх этой башни. А нить я сейчас увижу, когда пойду на второй этаж. Вот такая вот красота. По традиции хочу рассказать несколько фактов о стране Кювейт, о которых вы, возможно, не догадывались. Кювейт – маленькое, но очень богатое арабское государство. Известное мировой общественности в первую очередь благодаря тому факту, что он является важным экспортером нефти. Это одна из стран с высоким уровнем годового дохода на душу населения – более 24 тысяч американских долларов. Многие считают, что женщины в арабских странах не получают образования и не умеют читать и писать. 95% кувейтских женщин умеют читать и писать. Начальное и среднее образование для местных арабов в Кювейте является бесплатным. Практически все население Кювейта живет в городах. У всех жителей Кювейта есть свет и вода в квартирах. Кувейтские женщины впервые получили право голосовать и претендовать на выборные должности в 2005 году. А в 2009 году впервые в истории Кювейта 4 места в парламенте страны заняли женщины. Хочу вам сказать, что экспо – это еще та тренировочка для сильных, потому что кое-где нет лифтов, и нужно самой подниматься по ступенькам. Как, например, в павильоне Кювейта. Кювейтских женщин Ну, а что здесь у нас рассказывается о том, что страна Кювейт находится в очень хорошем положении, что удобно для торговли. Чем занимались в Кювейте? Ну, тем же, что и в Эмиратах, то есть добывали жемчуг. Идем дальше, смотрим. Как передвигались, передвигались на верблюдах в свое время. Движемся дальше. И здесь же все рассказывается о конституции в Кювейте, о том, кто является правящей семьей в Кювейте и так далее, и так далее. То есть о современном Кювейте. Но начинается все с истории 5000 лет до нашей эры и, собственно говоря, до наших дней. Здесь также можно видеть археологические находки, которые были обнаружены в Кювейте. Это из древней посуды, орудия труда и так далее. Смотрите, здесь прям настоящие чудеса техники. Встаете в Кювейтском павильоне вот так вот, ногами сюда. И ручкой машете, и на экране выбираете, что вы хотите посмотреть. То есть здесь современный Кювейт. И все это отражается не только на экране, но и вот здесь. Это будущее Кювейта в 2035 году. Давайте еще какую-нибудь иконку выберем. Так, я думаю, уже жали сегодня. Сейчас, ребят, выберу другую. Просто не очень у меня осушивается этот автомат. Может быть, из-за того, что у меня здесь телефон, и я все снимаю. Кювейтс. Так, ну а сейчас уже пройдемся внутри этой башни Смотрите, какая красота Ну, интересно Не сказать, что здесь прям очень-очень много экспонатов Но интересно А вот здесь, я так понимаю, животные Аравийской пустыни Животные и птицы Животных жалко, потому что это все настоящее чучело Но как-то не люблю я на чучело смотреть Совсем не люблю То есть лучше уже на живых животных смотреть Еще здесь можно посмотреть национальные танцы И жизнь обычных бедуинов на экранах Ребят, смотрите, как здесь интересно Все интерактивное в Кювейтском павильоне То есть вот это вот значок природы То есть здесь можно посмотреть природу Кювейта То есть нужно просто поставить вот сюда вот на круг Высветится вот такое вот табло И здесь можно посмотреть заповедники, которые находятся в Кювейте Да, на видео нажимаем и смотрим, как выглядит заповедник Называется он Сабах-Аляхмет Вот таких животных и птиц там можно увидеть Но здесь еще интересно Например, вот здесь вот представлена судебная система То есть вы видите, значок судебной системы То есть здесь судебная система Там дальше немножко машиностроение Вот этот вот значок А если мы чуть дальше пройдем То есть здесь еще будет, как будет выглядеть Кювейт в 2035 году Вот такой вот значок Как бы три такие чаши, да? Даже не знаю, как это правильно назвать И вот здесь можно посмотреть будущее Кювейта в 2035 году Вот смотрите, например, еще покажу вам судебную систему Здесь прямо по главам, да? Видите, глава 6, глава 7, глава 29 И все-все-все расписано законодательством страны Кювейт В общем, вот так Можно еще машиностроение посмотреть Сейчас я на противоположную сторону перейду И мы с вами посмотрим машиностроение Так Вот такие вот видео нам открываются А вот здесь, ребята, вообще интересно Здесь стоят вот такие вот колонны Когда вы подходите к колонне, к любой И прикладываете свое ухо к этой колонне То вы можете услышать разные музыкальные инструменты То есть, как я уже сказала Все в этом павильоне интерактивное Рядом с павильоном Кювейта находится огромная сцена Где проходят ежедневно выступления певцов из разных стран мира И танцевальных групп Следующий павильон на моем пути Это Португалия Очень интересный павильон, советую всем посетить Так, несколько интересных фактов о Португалии Португалия – это европейская страна Некогда гремевшая военной славой по морям и океанам всего мира В Португалии находится самая западная точка Европы Мыс Рока на 140 метров возвышающийся над гладью Атлантического океана Первое упоминание Португалии датируется 868 годом Португальская столица Лиссабон – древнейший из городов Западной Европы А также один из наиболее почтенных по возрасту городов мира На территории Португалии производят знаменитое крепленое вино Портвейн Мирный договор в 1373 году, подписанный между Англией и Португалией, является старейшим в мире Он до сих пор не нарушен Португалия – великая колониальная держава На полвека раньше Испании, Франции и Великобритании выступила за отмену рабства Произошло это в 1761 году В Лиссабоне расположен самый длинный мост Европы Протяженность моста Васка-де-Гамы составляет 17 185 метров Португалец Фернан Магеллан был великим мореплавателем И первым человеком, совершившим кругосветное путешествие Оно длилось три года и закончилось в начале сентября 1522 года В Португалии убийство быка во время кориды расценивается как преступление Португалия – единственная европейская страна, границы которой остаются неизменными С 1139 года В конце 15 века португальский мореплаватель Васка-де-Гама Сумел найти морской путь из Европы в Индию Что стало поворотным моментом в истории Португалия обеспечивает 70% мирового экспорта пробок Португальцы считают сложенные фигу пальцы защитным жестом Португальцы во время наступления Нового года съедают по 12 виноградин Одну на каждый удар курантов С XIX века выпускники португальских вузов сжигают на главной площади городов ленты Которыми они обвязывали свои учебники Каждый житель Португалии в среднем выпивает три сотни чашек кофе в год Любовь к чаепитиям англичане приобрели от португальской принцессы Катарины де Браганза Которая в 1662 году стала женой английского короля Карла II Именно в Португалии расположена старейшая чайная компания мира В Португалии официально разрешено заключать однополые браки И, наконец, слова Альбатрос, Фетиш, Кобра, Москит, Зебра, Альбинос, Командир, Банан И многие другие имеют португальское происхождение Субтитры создавал DimaTorzok 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 Павильон Катара Павильон Катар В общем, ребят, идем в павильон Азербайджана У меня почему-то, если не арабские страны, то страны СНГ Как-то по-другому у меня не получается сегодня Баку! I love Baku! Азербайджан – небольшое государство в Закавказье на Ближнем Востоке И несколько фактов об Азербайджане Азербайджан – это родина первой современной нефтяной скважины Из старейшей нефтяной платформы на море нефтяные камни Которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса В столице Азербайджана, городе Баку, в 1926 году была запущена первая в СССР электричка Здесь можно вот так вот лапой вымахать, и цветок открывается, закрывается, и все движется Но здесь можно увидеть старинные украшения С 90-х годов прошлого века из музея Вот такую вот старинную посуду Все из национального музея Здесь же находится ресторанчик Кстати, прекрасно, можно кофе хоть выпить И сувенирная лавочка А также национальные азербайджанские инструменты, насколько я вижу отсюда Да, гавал Ну, что-то типа нашего бубна Тар Тар Каманча Тоже традиционный национальный азербайджанский инструмент Азербайджанский национальный ковер Азербайджан стал первой мусульманской страной в мире, перешедшей к демократической форме правления и предоставившей женщинам те же возможности, что и мужчинам Фонд Нобелевских премий примерно на 12% состоит из средств, вырученных Альфредом Нобелем от операций с бакинской нефтью Ребят, смотрите, в Бразилии какая веселуха Здесь разрешают всем по воде бегать и на лодке сидеть и фотографировать Вот это я понимаю весело Итак, Бразилия Веселуха на улице, а внутри павильона просто вот такие вот картины, виды Бразилии Попугаи, муравьи, огромная рыба Ну, в принципе, все понятно, чем можно заняться в Бразилии И еда, посмотрите, какая вкусная еда здесь С ракушками тоже все понятно, значит, море в Бразилии есть Плавать есть где И так же здесь можно увидеть роскошные красивые фрукты И пойдем посмотрим дальше, что там есть еще на экранах Море, закаты, рассветы Жуки Дельфины Леопарды Бабочки вот такие вот красивые Синие И рыба, рыба, рыбы попугай И все остальные птицы Итак, несколько интересных фактов о Бразилии Бразилия это удивительная страна в Южной Америке, которая занимает огромную территорию Всего в два раза меньше территории России И имеет население более 200 миллионов человек Столицей Бразилии является не Рио-де-Жанейро, а город Бразилия Но Рио до сих пор популярен своими роскошными карнавалами Мария и Хосе – наиболее распространенные имена в Бразилии По последним подсчетам, Мариями здесь зовут 11 миллионов женщин, а Хосе – около 5 миллионов мужчин Бразилия является крупнейшим производителем кофе за последние 150 лет Ни одна другая страна мира не может соперничать с ней по этому показателю Официальным языком Бразилии является португальский, но он отличается от того, на котором говорят в Португалии Местные жители называют его бразильский португальский Самые потребляемые продукты в Бразилии – рис и бобовые Бразильская сборная по футболу – самая успешная в мире Это единственная команда, которая не пропустила ни один чемпионат мира и победила в пяти из них Около 92% новых автомобилей, которые продают в стране, используют в качестве топлива этанол Он является возобновляемым топливом и производится из сахарного тростника На экспо постоянно застреваешь Вместо того, чтобы идти по павильонам, хочется выпить кофе, посмотреть песни, пляски разных народов Поэтому дорога до павильонов растягивается А у меня на сегодня все, дорогие мои Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал С вами была Елена Шарова Секспо 2020 Дубай Всем пока-пока, всем хорошего дня и отличного настроения Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok